В нашей стране проходит фестиваль «Россия. Казахстан. Культурное наследие». Он приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Открылся фестиваль в столице концертом талантливого московского коллектива классической музыки «Новое трио». Музыканты впервые приехали в Казахстан и представили яркую программу в камерном зале Театра Астана-Опера. Прозвучали произведения Прокофьева, Рахманинова, Метнера, Стравинского и других композиторов, составивших славу русской музыке за рубежом. Мы будем играть музыку русского за рубеже, композиторов по тем или иным причинам, покинувшим Россию. Кто-то из них вернулся потом позже, кто-то остался за рубежом. Эта музыка написана в разное время, в разные эпохи, но самое важное, что она остается русской музыкой. И оставаясь русской музыкой, она звучит прежде всего себя на родине в России в исполнении русских музыкантов. Мероприятия в рамках фестиваля пройдут как в Астане, так и в Алматы. В насыщенную программу вошли концерт джазовой музыки, театральный перформанс «Читка» по мотивам произведений Домбровского, цикл лекций в Музее искусств имени Костеева и многое другое. В этот раз именно в Казахстане пробуем новый жанр, который называется «Поэтическая кабаре». Это когда исполнители стихов, любители, не профессионалы, они каждый выбирают свое стихотворение, свое произведение на заданную нами тему. То есть вот эту тему отношений между Россией и Казахстаном, они будут приходить, они всегда специально к этому готовятся, специально наряжаются и рассказывают эти стихи, и потом проходит обсуждение. То есть это такой культурный поэтический вечер. В Алматы и в Большом зале Казахской национальной консерватории имени Курмангазы с аншлагом открылся четвертый международный фестиваль камерной музыки Камерата Темпа, приуроченный также к еще одному знаковому событию – 25-летнему юбилею Оркестра Камерата Казахстана. Помимо хорошо знакомых – Куразбаева, Моцарта, Рахманинова, Чайковского и Шостаковича – для зрителей прозвучали простые и понятные неклассические произведения с участием известных приглашенных артистов, дирижера-обладателя медали «Пяти континентов ЮНЕСКО» Миши Каца и заслуженного артиста Азербайджанской республики Ильхама Назарова. Миша Кац мы учились в Московской консерватории, очень давно знаем друг друга. Это безумно талантливый человек и убедилась в этом, когда он пришел к нам на первую репетицию. Он сотворяет просто чудеса с оркестром. А Ильхам Назаров – это потрясающий совершенно контр-тенор, очень популярный и ввиду того, что вообще этот голос редкий в мире, и ввиду того, что голос его совершенно уникальный сам по себе, его диапазон его просто огромный. Камерата Казахстана представляет собой синтез оригинального репертуара и готовности экспериментировать. В репертуар музыканты включают музыку разных жанров, стилей и эпох, одновременно популяризируя казахстанское музыкальное искусство. Это позволило коллективу обрести известность и за рубежом. География гастролей Камераты охватывает Великобританию, Германию, Индию, Италию, Турцию, Словакию и Францию. В столице проходит первая в Центральной Азии выставка биоискусства. «Инвиво» – многообразие человека – это первая в своем роде экспозиция художественных работ в комбинации с биологическими элементами. Проект создан студенческой организацией «Айгем» при Назарбаев университете совместно с Казахским национальным университетом искусств и посвящен биологическому искусству. Вы можете видеть работы из различных микроскопов. Это светопой обычный микроскоп. Мы сфотографировали бактерии, хотели показать, как мы их видим, с чем мы работаем. Далее мы сфотографировали фибробласты – это особенные клетки под флуоресцентным микроскопом. И также мы сфотографировали цитоскелет клетки под электронным микроскопом. Важным аспектом выставки является инклюзивность. То есть экспозиция адаптирована для людей с нарушением зрения с помощью сопроводительных аудиодескрипторов и описания работ на шрифте Брайля. Более того, на выставке представлены работы самих детей с нарушениями зрения. Мы также работали с экспертами этого филда, этой отрасли, то есть именно по созданию инклюзивной среды. А именно с экспертами социального фонда ДАРА, которые работают над инклюзивностью музеев Казахстана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА